Среда традиционно у народных избранников малопродуктивна. Над чем они сегодня успели поработать под куполом? И почему заседание снова закрыли досрочно? Расскажет Екатерина Лысенко. Среда у депутатов традиционно. День ратификации и выступлений у трибуны. Свои заявления у каждой полицилы и первым делом слово берет оппозиция. Всей фракции НРДП вышли с требованием расследовать события 2 июня в Одессе. Другого червня в городе Одессе проводился форум «Женки за мир». На выходе из форума, на выходе из строительства, до Натальи Королевской подошло несколько людей, вдянутые в камуфляжную форму и создали напад. В наследие чего женщина-депутат, мать трех детей, получила травму. Наша фракция считает, что это провокация. Наша фракция требует от руководства правоохранительных органов, генерального прокурора, министра внутренних справ, объективного неупереджения расследования и притягивания к ответственности провокаторов. Свои требования обнародовала и самопомощь. Сейчас депутат от блока Петра Порошенко подает пропозицию скасовать идею создания антикорупционного суда. Если в этой стране не будет создана суд, в том числе за допомогой этого парламента, у граждан не остается другого выхода, как новое повстание против несправедливости. Из-за взаимных обвинений нардепы чуть не подрались, но обошлось все небольшой потасовкой. Более настойчивые требования сразу от нескольких фракций касаются медицинской реформы. Завтра обновленный документ будут рассматривать в зале, а пока задача найти голоса. Фракция Радикальной партии не поддерживает урядовые законопроекты про так называемую медицинскую реформу. Мне кажется, что это подвольные стандарты, потому что представители Радикальной партии работали в рабочей группе, даже были присутствием на Национальной раде реформ, дали свои зауважения, которые на 100% врахованы. И после этого не поддерживать, это вопрос, наверное, к этой политической силе. Пока за реформу выступают блок Порошенко и фронтовики. Готовы поддержать новации и в самопомощи. А вот Батьковщина еще определяется. Каждый год приблизно 700 гривен на человек в стране государство выделяет на медицинское обслуживание. Эти деньги сегодня попадают не людям в руки, а государственным бюрократам, чиновникам в областных департаментах. Реформа, которая сейчас предлагает, через Фонд здоровья передать эти деньги пациенту, а лекарь через договоры передать эти деньги лекарю. Каким образом будет работать новостроена служба? Потому что все деньги из медицинской обслуживания будут аккумуляться в этой службе. Она будет без конкурсов, без тендера распределять все эти деньги. Каким образом, в ручном режиме. По акту выполненных работ, таким образом, все лекарни и все ФАПы будут стоять вот так, просить деньги, потому что они выполнили работу, а им эти деньги могут не заплатить или оттягивать по оплате. Мы, как Батьковщина, изучаем, но сейчас мы видим, что структура самой медической реформы построена неверно. Ну а кто точно не поддерживает новации, так это оппозиционный блок. Влада сегодня пытается шляхом подмин запропоновать лишь какой-то фрагмент изменения финансирования закладов охороны здоровья. Когда будут говорить вам, что вы в стационаре должны заплатить деньги, и співоплату будет действовать вам уряд, то в этом законопроекте очень хитро написано, что государство гарантует безоплатность, паліативную помощь, экстренной медицины. Впрочем, завтрашнее голосование покажет, насколько документ может объединить зал. Сегодня профильный комитет еще раз шлифует документ. Но среди принятых сегодня лишь ратификации. Рада проголосовала за упрощенную экстрадицию нарушителей. Правда, голосов едва хватило. А еще документы совместные с Молдовой охране Днестра. На том и закрылись досрочно из-за отсутствия нардепов в зале.